Налоговые органы напоминают гражданам, имеющим в собственности транспортные средства, зарегистрированные в ГАИ, про необходимость уплаты транспортного налога. В случае, если до 1 сентября 2022 года не поступило извещение на его уплату или не предоставлены льготы, а также при наличии вопросов по предъявленной сумме, физические лица вправе обратиться в налоговый орган по месту жительства. Физические лица уплачивают транспортный налог за 2021 год в срок не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа. При этом гражданам, имеющим доступ к личному кабинету, такие извещения направлены только в электронном виде, в личный кабинет, без их дублирования на бумажном носителе и отправки почтовым отправлением. В отношении транспортного налога для физических лиц предусмотрен ряд льгот и освобождений. Например, не признаются объектом налогообложения транспортные средства, выпущенные не позднее 1991 года, или сведения о годе выпуска которых отсутствуют. Также освобождаются от уплаты транспортного налога собственники транспортных средств, снятых с учета до 1 июля 2021 года, которые, согласно документам уполномоченных органов, признаны украденными, либо по иным аналогичным обстоятельствам выбыли из обладания его собственника, в отношении которых в 2021 году не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина. Категории М1 или М1Ж приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и специальное оборудование для использования инвалидами. Освобождаются от уплаты транспортного налога и собственники транспортных средств, снятых с учета до 1 июля 2021 года, например, признанные украденными или выбывшими из обладания, а также те, в отношении которых в 2021 году не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Кроме того, определена категория плательщиков транспортного налога, для которых ставка транспортного налога снижена на 25% для инвалидов третьей группы, на 50% в отношении транспортных средств, зарегистрированных за ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами первой или второй группы, лицами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста или лицами, имеющими право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста. Льгота в виде снижения ставки транспортного налога предоставляется по всем транспортным средствам, зарегистрированным за физическим лицом, имеющим право на льготу при наличии действительного водительского удостоверения в соответствующей категории. Следует обратить внимание, что в перечне категорий граждан, имеющих право на льготу по транспортному налогу, отсутствуют лица, получающие пенсию за выслугу лет.